Ситуация с отменой чартерных рейсов в Турцию, а также введение визового режима, безусловно, должно подстегнуть внутренний туризм в России, в том числе и в Красноярском крае. В этом уверены эксперты туристического рынка. С нового года Турция фактически становится закрытой для россиян, а желающих поехать в Турцию через другие страны МИД еще раз предупреждает о серьезной опасности. Никто из граждан нашей страны не застрахован от неожиданных арестов, которых уже зафиксировано около 200, или от встречи с террористами. Введение визового режима, к сожалению, оправдано, поскольку сегодня уже известно, что Турция является транзитной страной для террористов из ИГИЛ, прежде всего, но и для других тоже. Все знают, что на территории Турции боевики отдыхают, лечатся, получают оружие, проходят инструктаж, регруппируются, встречаются с нужными ими людьми и потом отправляются на территорию Сирии. Специалисты Роспотребнадзора еще раз рассказали на совещании, что все туристы, купившие путевки в Турцию, имеют право на стопроцентную компенсацию со стороны операторов. Поскольку закон об основах туристской деятельности содержит оговорку, что данные требования предъявляются в судебном порядке, все же не нужно рассматривать это настолько узко, поскольку Роспотребнадзор все-таки призывает туроператоров решать проблему с туристами в добровольном порядке. И важная часть совещания была посвящена развитию внутреннего туризма. По данным Министерства иностранных дел страны, за год в Турции побывало более 3,5 миллионов российских туристов, потратив там 65 миллиардов рублей. Очевидно, что теперь часть людей будут отдыхать внутри страны и тратить деньги здесь. Надо просто любить Россию и понимать, что у нас очень много прекрасных мест. Потому что когда ты смотришь какие-то картинки на фотографиях, какие-то заставки на компьютерах, и потом ты понимаешь, что это Россия, ты смотришь, думаешь, красота вообще, а я там не был. Как подчеркнула министр культуры края Елена Мироненко, наш регион один из 12, который рекламирует свою туристическую привлекательность в Москве и Санкт-Петербурге. Районам края выделяются субсидии на развитие отрасли пока около 11 миллионов рублей в год. К тому же местные достопримечательности привлекают достаточно большое количество туристов. На данный момент мы принимаем по разным оценкам, так как у нас по разным подсчетам методика ведется поступление от 500 тысяч до 800 тысяч человек ежегодно. Планируем ежегодно этот потенциал наращивать от 10 до 15 процентов прироста. Развитие краевого туризма сегодня ознаменовалось важным событием. Начался конкурс на создание бренда Красноярского края. Ожидается, что к лету будет разработан логотип, который придаст дополнительную привлекательность региону. А всем турагентствам и операторам рекомендовано до 8 декабря представить Министерство культуры свои новые программы по развитию туризма в нашем крае. Андрей Стародым, Сергей Доставалов, Александр Ермошенко, Денис Тимошенко. Новости.